здравствуйте опять мы с вами встречаемся продолжаем тему у нас сейчас самое главное как довести до ума то что мы в прошлый раз с вами посеяли а прошлый раз мы с вами сеяли и цветы помидоры и огурцы и мы с вами использовали так сказать разные варианты посева в частности мы говорили о старом варианте посева и о новых вариантах посева это вот такие ящики как бы пассивные да из-за недостатка света из-за густоты в пассивных ящиках выникли проблемы а в частности вот этот высокорослый помидор из мира очень капризно себя повел ему надо простор но ей надо сейчас корневую систему куда-то девать а вот они воюют друг с другом чтобы они не воевали друг с другом мы будем их быстренько пересаживать вот такие стаканы такой высоты сейчас я вам продемонстрирую рассадные ящички которые высеяны вот намного позже вот как мы апрельские да вы видите вот они какие вот они апрельские как раз в мае месяце середины мая будут такими вот красивенькими как мы видим вот в этом ящике они самые закаленные кстати это вот выращены в кокосовых таблетках и как я заметил к кокосовых таблетках как бы больше фосфора не видите к розовее чем в обычных торфяных таблетках джифе мы можем их или пересадить горшки но зачем нам пересажку их до грунта прямо и дотянем или до теплички вот берем стаканчик у меня тут грунт как я делаю вот так беру грунт вниз и складу грунт вот так я его сюда бросаю вот так вот ну как быть червячком завязываю да и вот так вот сейчас я буду здесь чтобы видно было вот так вот замачивать видите вот он так лег потом он вот так ложится потом он у меня вот так ложится и сейчас я его вот так заканчиваю и как вы видите торчит только макушечка эти растения дадут добавочные корни я вот специально показываю смотрите вот мы сделали так через две недели будет вот так даже мы здесь дырочки делаем ножичек нагреваю так тык 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 чтобы сюда поступала аэрация мы сюда можем с грунтом занести гнилостные бактерии болячки всякие ну даже если это хороший грунт данном случае мы используем половину т.с. 2 т.с. 3 и сюда же добавляем наш украинский грунт но не исключено что все таки могут быть микроорганизмы болезненные поэтому мы добавляем сюда для полива фитоцит это бактерицидный биологический препарат который при этом все таки воздействует на формирование корневой системы потому что там есть фосфор мобилизующие бактерии а вот в этом году я буду использовать тоже прошлом году пробовали ну мои друзья сказали очень хороший препарат мне кажется эта фирма интересна почему потому что она производит наше с вами здоровье потому что при такой химизации которую мы сейчас имеем не делать уголков живой природы живой почвы особенно для детей и для пожилого поколения это убийство тут тоже входит комплекс бактерий я буду смотреть как они влияют потому что я вот тут поливал помидоры там здоровая почва ну мне тут зацвело ну триходерма вот ну я смотрю он подавляет цветение вот этих мохов или мха и обязательно даем полный комплекс уже всех микроорганизмов сюда входит и азотофит это биокомплекс сюда входит фосфор мобилизующий калий мобилизующий бактерии и прилипатель когда растения уже будут вот такими растения получили сильную мощную корневую систему вот здесь мы можем использовать уже бактериальные препараты с добавлением микроэлементов ну например я смотрю санимикс это бактериальные препараты с добавлением микро макроэлементов перед употреблением любой препарат взбалтывается о биологический запах навоза как с родных полей вот и наливаем видите ну 10 миллилитров то есть и бактерии и подкормка это конечно ноу-хау украинская маленькие мы поливаем чем азотофитом и здоровой почвой а вот эти мы уже поливаем даем бактерии с микроэлементами санни томат подчеркиваю если мы подкормку делаем санни то мы должны подкормочку делать эту два раза в месяц не чаще что делать с переростками огурца но вот это сразу видно что больше вытянулся огурец щедрик потому что он очень интенсивный быстрый ему тоже как вот этот помидор фенда быстро оторвался от других вот даже и в кассете смотрите помидор лучше себя чувствует видите да мы все способы посева что трасс посмотрели взял пошел на огород и вот так вот посадил его и будь здоров теперь огурчик ну огурчик вот щедрик это конечно уникальный грунтовый огурец очень устойчивый это серия даша щедрик гунар они новинки рынка но они очень хорошо себя зарекомендовали в европе ну и в частности уже в украине второй год показывает отличные результаты ну с огурцом же вы видите совсем просто также смотрите вот и покинул его и до свидания вот он вам боковые ушки даст также вот уже видите корешки начинают пробиваться ну что там у нас по журналу в этой кассете у меня вот такие коктейлевые томаты форте мара форте мара это такая кисть где-то 30 или не помню 25 вот таких вот 30 граммовок них повышенное содержание вещества которое называется ликопина ликопин он вещество антираковое очень сильно в европе но они очень дорожат своим здоровьем и они очень много потребляют томатов богатых ликопинов и делает из них коктейльный очень важно правильно следить за растением я сейчас буду давать вот уже первые подкормки начиная с третьего пятого листа вот данном случае сейчас посмотрите пожалуйста сани микс это для помидоров перцев и баклажан вот я даю в эту поливалочку вот это бактериально минерально микроэлементарную смесь здесь все есть и микроэлементы и бактерии полезные таблеточки будут пить как бы через поддон вот эту полезную водичку вот в данном случае вы видите перчик который растет в поддоне то есть без таблеток а и чисто в поддоне посмотрите он прекрасно себя чувствует обратите внимание бортик низенький ну всего лишь 6 сантиметров а растения растут и развиваться очень хорошо вот это сани для огурчиков ну тут не только огурчики кавуны дыня горбузы кабачки то есть все тыквенные набираем водичку приблизительно 10 миллилитров должно быть ну вот мы даем огуречный растворчик сюда и вот так же тоже поливаем через поддончик и она попадает корневую систему и все у нас с вами получается прекрасно огурец вообще водохлеб но если за ним ухаживать вообще будут шедевры произведения искусства то есть и два десятка семян если 10 семян то пожалуйста высевайте вот не в ящики а вот такие вот горшочки в естественно хороший нормальный грунт мы сейчас вышли как говорится вот с посевной внутри на улицу все равно душа просится хоть тут и холодно лезет уже вот я смотрю чесночок клубничка зазеленела мы ее разгортаем сейчас обязательно клубничку удаляем те листочки и после того как мы удаляем листочки обязательно вот эти сухие листья сжигаются или компостируются вот и обрабатываете сразу же клубничку препаратом свитч или вместе с зеленым доктором или с фитоцидом что я тут могу сделать вот сейчас пока еще ночью 3 градуса 5 самое время высаживать уже там крыжовник я думаю большого ума не надо осенью это показывал как крыжовник высаживается высаживается по ту корневую шейку как он крыжовник и роз вот и все редиска салаты морковка уже сейчас свободно сеются как только снег сошел ну берем до основу например два салата хочу обратить внимание на салат рукава и на салат крест салат рукава она действует как общая укрепляющая иммунно модулирующая вещь особенно она хорошо воздействует на поджелудочную и на перистальтику а вот крыж салат у него очень конкретное мишени это витаминоз и щитовидная железа ну такой пряный такой вкус петрушки с хреном так сказать редиску можно посеять по старому дедовскому способу в разброс морковочку сеем как обычно я покажу именно как сеется такая морковка как дардонь одна из самых сладких и самая стандартная одна в одну частности я буду сеять самую лучшую в мире редиску рондар она на сегодняшний день самой белой в разрезе редис единственный ну что мне надо для достижения этой цели беру я наши дедовские грабли и иду вот сюда открываю редисочку и беру рассыпаю удобрение ну все равно надо дать органы минеральные удобрения потом я уже буду давать сюда бактерии когда она взойдет чтобы бактерии лучше помогали усвоению вот этого нпк зото фосфора и калия ну а теперь смотрите я беру редисочку рондар вот этот рондар я беру и вот так вот вот так вот вот так вот раз два три засеваю таким старым дедовским методом а потом беру барон куда и вот так бараную вот забарановал и вот они сеются все здесь так перемешается земелькой через три дня появятся всходы теперь я что делаю беру агроволокно вот эту сторону прикопать потом вот эту сторону прикопать вот это все прикапывается где редиска так можно даже там у меня клубника будет под агроволокном вот под агроволокном она будет на 10 дней раньше а теперь у меня тут кусочек редис очки остался кусочек редис очки я вот туда между редисом возьму и посею мои салатики поняли салатики там будут для разбавления редиска уберется а салаты останутся между прочим очень неплохо вот так бросить с редисом и моркву можно сеять в рядок то есть когда редиску вынимаешь а морква остается заодно как бы прорывается ну она реже сеется с редисом у меня будет такое ассорти из салатов а салат он как бурьян ну на вот сказать на вот этой как мы всегда говорим торжественной весенней ноте позвольте пожелать вам всем крепкого здоровья здоровой пищи и счастья и добра предыдущей